приветствуем вас из студии славянской миссионерской библейской школы сегодня у нас в гостях роман шеремета приветствуем тебя роман и так наша первая неделя в школе и это предмет апологетика во-первых я хочу сказать что мне очень приятно здесь будет это уже третий раз когда я преподаю с мбс и для меня это всегда приятный сюрприз приятный сюрприз из-за команды которые работаю и со студентами да я был неверующий пришел ко христу никогда мне было 15 лет несколько лет спустя мой брат пришел ко христу а так и мои родители сейчас я работаю профессором в кейс western reserve university в клеван ойо закончил диссертацию написал по экономике работаю профессором экономики но самое главное это то что я есть ученик иисуса христа ты любишь учиться очень а ты это любил самого детства моя мама заставила и заставляла меня учиться но когда уже я перешагнул вот как бы тэй стенси попробуй сначала и увидишь что господь благ вот тоже самое наверное у меня было с учения с наукой когда я уже попробовал и узнал что это такое тогда не очень понравилось я уже на протяжении 20 лет учусь что тебя привлекло в христианстве евангелие вообще это для меня это было большое открытие я вырос католической семьей но я когда узнал что ты можешь знать бога персонально иметь с ним общение и он сделал все для тебя для меня это было открытие жизни я влюбился в иисуса христа влюбился евангелию и для меня это то что мне привлекло кто-то до того как ты покаялся убеждал тебя существование бога или это пришло в твое сердце от него я думаю что у каждого человека есть в сердце то что бог существует потому что написано в языке или что как бы бог заклал вечность в их сердца поэтому оно у меня было как она есть и всех во всех людей на этой планете и я просто мне нужно было найти бога назови несколько аргументов твоих самых любимых которые бы ты использовал в разговоре с атеистом с человеком который не верит в бога и даже идет против него это очень хороший вопрос и практический вопрос потому что как бы мы всегда нашей жизни каждый из нас мы встретимся с атеистами люди которые вообще не верят бога лучше всего я думаю примере иисуса когда он встречался с людьми которых были вопросы он просто он он задавал им вопросы он хотел узнать что они думают я думаю тот же самый такой же самый подход должен быть и у нас мы должны узнать человека мы должны спросить почему у него почему они верят бога и когда чтобы мы здесь потому что когда иисус спрашивал свои вопросы он действительно интересовался людьми он любил людей из-за этого он хотел знать их мышление почему он нет они думают так в нашем в плане апологетики вопросы которые мы можем задать людям это то например какая какой смысл твоей жизни зачем зачем ты живешь на этой планете какая цель твоей жизни откуда ты пошел если вообще посмотреть на наука не может дать три больших ответа на три больших вопроса первое это откуда пошла вселенная второе это откуда пошла биологическая жизнь теория эволюции объясняет процесс или развития биологической биологической жизни но не откуда она пошла и третьей это откуда появилась мораль вот эта информация за заложена в нашему днк откуда она нас есть как мы можем знать что есть добро а что и зло и вот эти вопросы когда ты задаешь человеку он задумается а действительно откуда я думаю смотри отвечая на второй вопрос очень часто наука говорит что помнишь были дожди случилось то 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 но это можно сказать такое же предположение наверное и основание только на вере но и на чем другом конечно если если мы говорим об эволюции это не есть как бы теория которую можно протестировать хотя многие многие ученые скажут что нет это можно протестировать и проблема это то что это как бы можно сказать историческая наука вот мы смотрим прошлое и делаем какие-то выводы из этого и презентуем теорию но ее протестировать нельзя поэтому это та же самая вера что и у нас ты знаешь один философ я помню читал он сказал так что такое наука наука это я взял пробирку с такой-то и такой-то жидкостью в пять часов пять ноль-ноль я ее смешал с другой пробиркой и в шесть ноль-ноль я получил там вот это вот вещество вот что такое наука когда ты можешь сказать точно что ты взял когда ты взял и что из этого вышло говоря о вопросе вселенной то здесь наука она абсолютно бессивна и я хочу подвести что человек атеист и верующий основывает и тот и тот основывает свое видение только на вере конечно если вопросы такие большие как возникновение вселенной или там возникновенное возникновение биологической жизни это вопросы которые построены на вере и нас и у атеистов я согласен полностью что действительно если взять науки как мы такие знаем как бы это точные науки это когда ты можешь поставить гипотезу или какую-то теорию потом экспериментом протестировать ее ее как бы удосконалить сделать лучше и после этого опять протестировать ну конечно мы не это не можем сделать не с эволюции не с началом а вселенной просто очень часто наверное во времена там советского союза когда наши верующие люди были не так образованы часто неверующие люди говорили докажи с научной точки зрения бога и мы так опускали глаза потому что ничего не могли сказать но сейчас мы с уверенностью можем сказать что не с точки зрения науки не с другой точки зрения мы как не докажем ни то ни другое ну это интересно потому что чем дальше наука развивается для меня например я вижу больше и больше доказательств в сторону бога почему это говорю ну например в греческие времена верили в то что вселенные вселенная есть бесконечно она всегда существовала и поэтому бога не нужно потому что вселенная всегда существовала с развитием науки мы уже сейчас знаем все все физики сейчас скажу что было такая такое время когда не было вселенной и вот они объясняют это теорией большого взрыва что вот все произошло в один момент с ничего но мы тоже знаем что библия так и говорила но когда уже есть начало тогда нужно объяснить откуда это все пошло и это как бы это нам дает такой как бы основание для того что нам нужен бог нам нужно начало потому что вселенная имеет начало и чтобы подытожить теперь все что мы сказали несколько таких конкретных аргументов твоих любимых которые бы ты использовал в общении с атеистом конкретные три момента ну я как я уже говорил хороший хороший хорошо начинать с вопросов почему что люди думают вот откуда пошла вселенная откуда пошла мораль ну и конечно же такие большие философские вопросы ну вообще твоя жизнь зачем ты живешь какой смысл твоей жизни относительно аргумента которые мы можем презентовать им это конечно же ну вот например элементарный аргумент с моим с моими часами вот если вы посмотрели на мои часы вы бы сказали но кто-то сделал их да вы бы не сказали что там например это какой-то процесс который просто вот сам сами они кусок железа лежал да вы бы сказали это потому что здесь есть дизайн и вот посмотрите на всю вселенную это эти часы вообще не сравняются насколько более сложно вселенная есть сколько констант физических они просто идеально сделали вот все все держат всю вселенную держат в как бы в в стане равновесия и вот вопрос кто это сделал посмотрите кто это все сделал должен быть дизайнер вот это элементарный вопрос как бы часов то же самое можно привести вопрос морали откуда мораль пошла если все таки мы знаем что есть добро что и зло откуда у тебя вот это пошло откуда ты знаешь что это добро тут а это зло потому что если ты возьмешь эволюции эволюция скажет сильнейший должен выжить поэтому мы должны не помогать сладким а убивать их получается да чтобы выжить так как мы выяснили с тобой что человек не верующий или атеист и человек верующий в бога и тот и тот свое основание строит на вере вот вот теперь в общении с ними насколько мы должны быть дерзновенны или насколько активно мы должны защищать свою веру насколько вообще допускается агрессия в защите веры ответ неоднозначен потому что с одной стороны мы должны быть активны библия говорит что мы всегда должны быть готовы дать ответ 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 в то что мы верим это 1 петра 3 15 с другой стороны конечно мы это должны сделать в любви это заповеди иисуса христа что мы должны любить ближнего мы студентами смотрели дебаты между двумя между двумя профессорами один отставил оппозицию атеизма другой позицию христианства и конце как бы посмотреть люди давали оценку они говорили как бы 50 на 50 вот как бы у того были хорошие аргументы и у того были хорошие аргументы но если посмотреть как они общались любовь просто как бы изливалась из христианина а вот атеиста было такое все время как бы напряжение он все время хотел просто как бы атаковать его и даже это если было 50 на 50 христианин он выиграл тем что он был светом почему я спрашиваю этот вопрос потому что сейчас с развитием социальных сетей многие верующие создают много групп в которых стараются высмеять тех кто не верят в бога смеются над атеистами над учеными атеистами просто по-настоящему просто смеются и есть очень разные такие посты которые они высмеивают и даже опускают мышление этих людей вообще нормально ли это и или это просто вообще не допускать не должно быть у нас у христиан это не должно быть у христиан не должно быть у христиан по очень простой причине иисус сказал что мы должны любить врагом наших врагов когда кто-то тебе ударил левую щеку подставы правы как и говорил этом примере дебатах между христианином и неверующим мы мы побеждаем любовь и мы побеждаем то что мы людей притягиваем чем-то чего у них нет а если мы будем их высмеивать я не думаю что мы сможем победить еще один из вопросов которые думаю нам поможет как ты думаешь есть ли разница в мышлении человека который верит в бога и человека который в него не верит потому что очень часто защищая свою веру человек верующий делает все аргументы и говорит человеку неверующему с как бы со своей колокольни только с человек который уже верит ощутил его любовь в котором дух святой делает работу которую он видит надо ли учитывать разность в мышлении мозг человека верующего и неверующего работает совершенно по-разному или все-таки одинаково в зависимости о чем мы говорим если говорить о таких больших вопросах как например что хочет в своей жизни атеист он хочет быть счастлив что хочет своей жизни христианин он хочет быть счастлив это это понятно это как бы мы хотим счастье но атеист будет искать это счастье в таких плотских как бы проявлениях христианин он понимаешь что счастье есть в боге в приображении в образ христа это счастье и поэтому как бы мы понимаем что одна и другая группа людей они у них есть та же самая как бы цель но они они одни одни поняли что мы можем достичь счастья только через бога а другие еще нет роман я недавно услышал фразу которая говорит следующее будь святым но не странным чтобы ты мог сказать по поводу этой фразы она правильная или нет если более объяснить очень часто мы стараясь выглядеть святыми мы становимся просто странными и непонятными для людей а библия да говорит чтобы мы были как письмо которое могли прочитать люди смотря на нас они могли читать божью любовь божью премудрость и так далее вот эта фраза будь святым они странным пару комментариев интересная фраза очень интересная фразу первый раз и услышу но я думаю что здесь есть конечно зерно правды потому что бог нас призвал быть святыми в наших разговорах когда мы говорим с атеистами или с людьми которые не верят бога или с агностиками мы должны быть святыми но в то же время мы знаем что иисус он имел подход каждому он имел подход и к атеистам и к воинам и к даже фарисеям он имел этот подход и его слышали его конечно иногда его называли странным но не по причине что у него не было подхода к ним а по совсем другой причине что иисус он жил свято очень свято и иногда даже люди не могли понять это по любому ты как верующий ты будешь отделяться от сегодняшнего мира конечно где вот это вот такая граница совмещая эту фразу будь святым но не странным или будь безумным ради христа будь радикальным я думаю что эта граница существует и мы ее перешагаем тогда мы переходим тогда когда мы просто как бы не берем внимание другой стороны как бы мнение другой стороны например человек он не верит в бога но у него есть на это причины и если мы не берем этого внимания почему мы даже не хотим знать почему от не верит он бога тогда мы просто радикальны потому что христос так бы не делал чтобы христос он бы спросил откуда походит этот эта боль почему человек как бы разочаровался в жизни разочаровался в боге и поэтому в таких вопросах нам нельзя быть радикальными нам нужно узнать почему человек так мысльт в чем где есть проблема а в плане веры святости посвящение проповедовали евангелия конечно нам нужно быть радикальными спасибо большое роман мы будем очень рады видеть тебя каждый год нашей школе спасибо что ты был здесь не было очень приятно спасибо обращаясь к нам вы знаете мне кажется что с приходом свободы в христианство многие молодые христиане и вообще христиане начали в отместку смеяться над неверующими как смеялись над верующими раньше так сейчас они начали смеяться над неверующими давайте мы задумаемся вместе с вами этому ли учил нас христос к этому ли он призывал нас общаясь с людьми неверующими или атеистами давайте будем учитывать и помнить что главное в наших разговорах это и индивидуум человек и любовь к нему давайте будем с вами святыми но не странными но радикальными радикальными только в хороших вещах благословений вам и до встречи